Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии депутат КНЕСТа 17 и 19 САЗЭВов, председатель Координационного Совета Организации Русскоязычных Соотечественников в Израиле Леонид Литиневский. Леонид, добрый день! Добрый день! Леонид, тема дня. Вы только что вернулись из Санкт-Петербурга, где у вас вместе с президентом Евразиатского конгресса Михаилом Мирлашвили была встреча с губернатором Санкт-Петербурга по поводу строительства, возведения в нашей столице, в Иерусалиме, памятника блокадникам. Об этой встрече непосредственно мы еще поговорим, но я бы хотел, чтобы вы напомнили нашим телезрителям вообще, с чего это все начиналось, как это все пошло. Начиналось это полтора года назад. Можно сказать, что это было желание независимо друг от друга с двух сторон, с российской и с нашей. С нашей стороны это была инициатива НАСК, Координационного Совета Организации Соотечественников, русскоязычных соотечественников в Израиле. Вы знаете, что мы делаем все, чтобы собрать средства для увековечивания памяти героям Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, тех, кто воевали против нацизма. Один такой памятник, средства, которым нам удалось собрать за счет меценатов наших, мы построили в городе Кварсаба. Это памятник воинам советской армии, которые воевали против фашистов. И вот идея продолжить это начинание. К слову, Леонид, я просто нашим телезрителям на всякий случай напомню, если кто не знает, в Израиле более 40 памятников, которые посвящены памяти именно бойцам Красной Армии. Совершенно верно. Кстати, для справки сказать, что это единственное и второе государство в мире после России, в котором количество памятников, посвященных памяти воинам Второй мировой войны, Великой Отечественной войны против нацизма, самое большое в мире после России. Кстати, это количество превысило, насколько я знаю, даже страны бывшего СНГ. Ну там сегодня декоммунизация, там их сносят, у нас в Израиле строят. Вот поэтому один из курсов, который в свое время Координационный совет Организации русскоязычных статистического взял, это сохранение памяти и правды о героизме воинов советской армии во Второй мировой войне. И поэтому мы, продолжая этот курс, решили, что надо попробовать найти возможность выбить место в столице Израиля, Иерусалиме, где еще нет ни одного такого памятника, по сути, монумента. Есть в Натании, вы знаете, есть еще во многих городах. Десять лет назад мы поднимали этот вопрос в Кнессете на заседании парламентской комиссии по аллее абсорбции, это так называлось, муниципалитет Иерусалима, который тогда возглавлял Урилу Полянский. Нам прислали ответ, что если есть кто-то, кто готов купить территорию Иерусалима под этот памятник, там, по-моему, 4 на 4 метра, за 90 тысяч долларов, то они готовы рассмотреть этот вопрос. Ну, вот видите, все меняется. Я думаю, что большую роль в том, что удалось нам выбить это место в Иерусалиме под такой памятник, сыграло еще и тот факт, что была подготовка очень бурная и мощная к закону о праздновании 9 мая, который стал государственным праздником, День Победы над фашистами. И я думаю, это все вместе как бы сплелось в одну такую корзину очень красивую. И на обращение наше к депутатам городского совета, прежде всего Муше Леон, который, знаете, баллотировался на должность мэра Иерусалима, он очень активное участие в этом принимал. Обращение было и переговоры были в том числе с руководителем Управления по развитию Иерусалима и Аль-Хаймовский, такой, помните, бывший глава администрации, премьер-министра Натаниягу. Ну и, я думаю, заключительно, вот последней каплей в этом, в соглашении о том, что это место, да, выделить, было, конечно, совещание у мэра Иерусалима, Нира Барката. Вот это с нашей стороны, со стороны израильской нам удалось найти такое место, место замечательное, мы даже, я не ожидал, что нам удастся найти, если кто знает, есть променада Армон-Анациф в Иерусалиме, очень красивая. И вот чуть ниже этой променады будет шикарный парк, очень красивый, вот там есть амфитеатр, и в этом амфитеатре мы и собирались установить монумент. С другой стороны, на одном из конференций в Европе у меня состоялась встреча с представителем правительства Санкт-Петербурга, господин Марков Сергей Леонидович, который, независимо от этой нашей идеи, обратился ко мне с предложением рассмотреть возможность установления вот такого монумента блокадником в Израиле вообще. Ну и тут как бы всё состыковалось, я предложил использовать вот то место, которое удалось уже получить для будущего памятника. Таким образом, у нас по такому всеобщему проекту должен получиться очень интересный и необычный монумент, я бы даже сказал, такой комплекс мемориальный, который будет прежде всего, конечно, олицетворять память и героизм блокадников Ленинграда, жителей блокадного Ленинграда. Во-вторых, это будет памятник… Уже есть проект? Да, есть эскиз. Во-вторых, в этом проекте будет представлена, конечно, память, будет часть этого проекта представлена память евреям, погибшим в блокадном Ленинграде, вы знаете, больше 70 тысяч. К слову сказать, на Пескарёвском кладбище есть доска мемориальная в памяти о евреях, погибших в блокадном Ленинграде. Так что, вот, а с третьей стороны в этом монументе, конечно, будет память о воинах, которые защищали блокадный Ленинград. Вот такой проект, начали прорабатывать эскиз с двух сторон. Ещё до встречи с губернатором у вас была встреча, вы вместе с Игорем Хаймовским летали в Санкт-Петербург. Чем эта встреча отличалась от той, от последней, которая была буквально на днях? Смотрите, во-первых, вы знаете, я думаю, многие знают, что придумать проект и красиво о нём говорить, и его нарисовать – это одно. Другое дело – найти средства для его выполнения, поскольку здесь необходимо финансирование с двух сторон. Российская сторона взяла на себя финансирование части памятника, который будет отливаться в России из бронзы, всё, что касается монумента самого. А вот всю остальную часть платформы, столба и всех остальных плит, конечно, будут делаться здесь, в Израиле. Для того, чтобы это с двух сторон произошло, нужно было найти финансирование. Нам тоже с этим, я считаю, повезло, поскольку одним из единственных и главных спонсоров с израильской стороны, вся израильскую часть финансирует Евро-Азиатский Еврейский Конгресс в лице его президента, бизнесмена, мецената Михаила Мирилашвили. Первый наш визит с Иялем Хаймовским, с председателем Управления по развитию Иерусалима, был в Иерусалим на встрече с руководителем комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга, для того, чтобы встретились две рабочие группы. Одну рабочую группу мы привезли с собой, наших архитекторов иерусалимских. С другой стороны, российская страна, Санкт-Петербург, выставил свою группу архитекторов, и эти две группы начали работать над эскизом первоначальным. Конечно, там будет много доработок, поскольку понимание того, как должен выглядеть этот памятник, и понимание действительности Иерусалимской, вписать это в ландшафт, вписать в те правила, которые у нас существуют, вы знаете, по установке памятников и так далее, это долгий процесс, сложный, непростой, но начался, слава богу, начался еще, подчеркну и второй раз, потому что есть финансирование с двух сторон, есть понимание двух сторон о том, что этот памятник необходим. И должен вам сказать, что интерес, и тут как бы продолжение вашего вопроса, состоялся второй визит. Второй визит был более уже таким масштабным, поскольку произошло то, что на встрече премьер-министра Израиля с президентом России во время последнего визита на Таньягу в Москву, в день Холокоста, стоялся разговор между нашим премьер-министром и президентом России, в котором принимал участие Михаил Мирилашвили. И в этом разговоре, когда был поднят вопрос о строительстве этого памятника, об идее создания такого памятника, оказалось, что обе стороны, то есть не только израильская сторона, которая представляла это, но и российская сторона в лице президента России в курсе этого проекта, очень внимательно за ним следят, сказали, что этот проект важен для двух стран, он будет не просто памятью о воинах и героях блокадного Ленинграда, граждан, жителей блокадного Ленинграда и евреев там погибших, но это еще и будет знаковым монументом, который будет говорить о развитии отношений и о взаимопонимании двух стран в последнее время, России и Израиля. То есть это вышло на такие очень большие, высокие, так сказать, политические круги, насколько я понимаю. — Правда, что слухи, я, по крайней мере, читал об этом в интернете, Путин собирается сам лично присутствовать на открытии памятника. — Ну вот по словам очевидцев, те, кто принимали участие во встрече Натани Агу и Путина, заявили о том, что президент России сказал, что ему это очень важно, вот этот памятник, и что он заявил нашему премьер-министру о том, что он сделает все возможное, чтобы быть на открытии этого памятника, поэтому, как вы понимаете, круги пошли, и все ожидают, и мы, естественно, тоже ожидаем визит очень высоких гостей на открытие этого памятника, возможно, президент России, конечно, министр иностранных дел и так далее, правительство Санкт-Петербурга в лице, губернатор и всех членов парламента, председателя парламента, думы. И поэтому вот это все было такой подготовкой ко второму визиту. Второй визит прошел буквально неделю назад, где мы ездили вместе с Михаилом Михайловичем Мирилашвили, президентом Евро-Азиатского конгресса, на встречу с губернатором Санкт-Петербурга и председателем законодательного собрания Санкт-Петербурга, господином Марковым. Это, конечно, уже были встречи больше такого межнационального политического характера, где обе стороны высказались о важности памяти воинов, советской армии и жителей блокадного Ленинграда, потому что там воевали и боролись за этот город, и погибали люди всех национальностей. И, что самое важное, на всех этих встречах российская сторона постоянно говорит о том, что в Санкт-Петербурге и в России помнят и ценят вклад еврейского народа в борьбу против фашизма во время Второй мировой войны. Должен сказать, что достаточно большое в последнее время количество памятных досок в России, монументов. Буквально на прошлой неделе мы делали программу у нас на канале с главой администрации. Есть такое районное образование «Красненькая речка» в Санкт-Петербурге. Они поставили на Синявинских высотах памятник воинам-евреям, погибшим при защите Санкт-Петербурга. У меня в связи с этим вопрос. То, что они делают богородное дело для нас, евреев, в общем-то, понятно. Причем это сделали люди, почти не имеющие никакого отношения к евреевству. Там один из инициаторов, дедушка у него был защитником, во время войны там воевал именно на Синявинских высотах. Вот поставили. Скажи, пожалуйста, Лёнь, как ты считаешь, среди комментариев к этому материалу было очень много реакций антисемитского характера? Высказывания были такого рода «Зачем евреям будоражить память?» воевали все вместе. Это при том, что на тех же Синявинских высотах или на Пискаревском кладбище стоят пометники отдельно и армянам, отдельно азербайджанцам и представителям других национальностей. Для чего, кому выгодно? Мы разжигаем какую-то рознь или наоборот тех, кто об этом говорят? Ну и всегда, когда речь идёт о каких-либо высказываниях на территории той или другой страны, а это не только в России, сегодня мы знаем и в Европе достаточно много, я всегда говорю, что нужно в данном случае смотреть на позицию официальной России, официального Израиля, официальной Европы и так далее. Позиция официальной России на сегодняшний день полная противоположность вот этим высказываниям. Мы это видим не только на словах, но и на деле. Я думаю, что за последние годы это, наверное, все видят, насколько в России руководство Российской Федерации пропагандирует и поддерживает празднование еврейских праздников, открытие синагог и так далее. И об этом говорим не только мы здесь в Израиле, об этом говорят и члены российского еврейского конгресса, общин. Вот мы сейчас были в Санкт-Петербурге, общались с еврейской общиной, идёт планирование строительства синагоги в одном из районов Санкт-Петербурга, куда не могут, где нет синагоги, а в центральную ехать далеко. И это всячески поощряется. Поэтому всегда будут, как у нас говорят, всякие отморозки, которые реакционно настроены. Но официальная Россия, как и официальный Израиль, конечно, мы идём по линии увековечивать с двух сторон память о всех народах. Я советую тем, кто пишет такие комментарии, посетить мемориал на Пискарёвском кладбище, где именно жители Санкт-Петербурга, правительство Санкт-Петербурга сначала заложило много очень памятных плит в память о воинах, скажем, азербайджанцев, армян, грузин, евреев и так далее, которые погибли там, дабы показать многонациональность всего этого. А потом уже результатом вот этих первых памятных досок, как нам рассказал председатель комитета по внешним связям и члены правительства Санкт-Петербурга, стало обращение из разных стран, сегодня уже независимых стран, а когда-то республик бывшего Советского Союза, которые сами обратились в правительство Санкт-Петербурга с просьбой увековечить память ещё одного народа, ещё одной национальности, ещё одной общины. И там масса таких плит, можно ходить пару часов для того, чтобы всех их обойти. Около каждой плиты очень интересно, естественно, быть, остановиться, почитать. Но больше всего, конечно, меня тронула плита, посвящённая детям и сыновьям еврейского народа, павшим в блокадном Ленинграде во время защиты блокадного Ленинграда, так написано на этой плите, мы бы возложили цветы, венки. Так что я считаю, что официальная позиция, она, конечно, полную противоположность тому, о чём вы говорите. Последний вопрос, короткий вопрос и короткий ответ. Это просто моё личное уже отношение, та тема, которой я занимаюсь. Есть третье ратное поле России, это имеется в виду Курская битва, Прохоровское поле, есть Куликовское первое поле, есть Бородино, есть Прохоровка, Великое танковое сражение, там есть памятники, в том числе памятные камни стоят мусульманам, есть памятники туркменистанцам, есть другим мусульманам, армянам и прочим. Евреям нет. Кто должен быть инициатором того, чтобы и евреям там был поставлен памятный камень, знак, как угодно? Ну, я в таких случаях всегда считаю, что не надо искать, кто должен быть первым. Если мы видим, что нет такого памятного камня детям нашего народа, еврейского народа, значит, нужно это прежде всего инициировать. Под лежачий камень вода не течёт, поэтому мы должны это инициировать. То, что вы сейчас сказали, для меня это новость, поэтому я думаю, что как раз используем этот момент, когда вы это говорите. Давайте мы к Координационным советам обратимся в соответствующие инстанции, чтобы вот этот памятник или камень установить там. А это уже, я думаю, не так важно, кто это сделает. Важно то, что мы совместно с властями местными там на территории России сделаем это. Тем более, что я знаю, что вы занимаетесь этим, Александр, и в других республиках находите такие места, где нужно увековечить этот памятник. Поэтому я готов в этом случае быть активным участником. Спасибо, спасибо. Ловлю на слове. 23 числа марта у нас заседание Координационного совета, мы там об этом и поговорим. Совершенно верно. Спасибо, спасибо, Лёнь, успехов в этой благородной работе, в этой миссии. Это того стоит. Спасибо, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»